Всех приветствую теперь в новом, так сказать, в новом виде, да, мы члены экспертного совета на этот раз не слушать, а что-то там говорить. Во-первых, поздравляю нас всех с окончанием конкурсной части старт-фестиваля. Мы считаем, что результаты, которые выдала публика, максимально оказались совпавшими с нашим внутренним экспертным мнением. Потому что, да, на практике получилось, что мы отметили своими дипломами экспертными, отметили композитора, который занял публике первое место, и композитора, который занял публике второе место. И мы сделали это совершенно независимо от публики, мы не знали на тот момент результатов. Так что, для меня это говорит о том, что музыка, которая представлена на этом фестивале, одинаково интересна как музыкантам, как профессионалам, так и более широкой публике, которая состоит не только из музыкантов. Собственно, в этом и была идея фестиваля, в том, чтобы как-то вот эти два пласта людских профессионалов и любителей музыки, чтобы они как-то сходились на фигурах одних и тех же композиторов. В истории мы знаем таких композиторов, которые одинаково интересны и исполнителям, и слушателям, да, и профессиональным композиторам, я не знаю, такие, как Сергей Васильевич Рахманин, например, да, который на всех пластах одинаково интересен. Он сразу же западает, так сказать, в слух, да, в душу, что называется, и одновременно его музыка, когда ты смотришь, как она устроена, она устроена очень непримитивным, непростым образом. В принципе, немножко я о чем хотел сегодня поговорить, в первую очередь с композиторами, которые были представлены сегодня, но и, разумеется, и с публикой тоже поговорить на такую тему, достаточно сложно сформулировать какую-то небольшую форму, но поговорить я хотел о понятии кризис и рефлексия, да, жизненная и творческая, значит, в жизни композитора. Тема для меня, вот лично, она важная, потому что я, например, сам не понимаю, каким образом, каким образом я пишу музыку. Мне интересно обсудить это с людьми, которые занимаются тем же самым, занимаются этим успешно и замечательно, как показал сегодняшний концерт. И в связи с этим, значит, обсудить небольшой экскурс в историю, как это происходило у композиторов, которых мы знаем, да, по которым мы играем, мы слушаем, которые великие. Как они внутри себя ощущали свой собственный творческий процесс и как этот творческий процесс иногда мешал их жизни, иногда помогал, иногда на этот творческий процесс влияли внешние обстоятельства, что неизбежно. Иногда, наоборот, отсутствие этих обстоятельств влияло на творческий процесс. Вот начнем мы с внешних обстоятельств, самого, так сказать, самого первого порядка, примитивного. Это вот когда у нас композитор написал что-то, что мы впоследствии вообще-то знаем, что это великая музыка. Или, по крайней мере, мы можем относиться как угодно, но мы знаем, что это музыка популярная. Что она прошла через горнил истории и осталась с нами до сих пор. И вот как к этой музыке относились современники или критики или коллеги композиторов. И как это влияло, возможно, влияло на их внутренний мир и на то, что они потом делали с той информацией, которую они получали. Ну, например, в частности, Брамс. Вот Брамс уже осталось до смерти три года. Вот о нем пишет Бернард Шоу. Брамс самый распутный из композиторов. Впрочем, его распутство не злонамерено. Скорее, он напоминает большого ребенка с утомительной склонностью переодеваться в Генгале или Бетховена и долго издавать невыносимый шум. Или, например, в том же самом году Брамс уже написал все, что он там написал. Мало чего осталось. Вот такое, значит, сообщение из журнала Нью-Йоркского. В программе вечера значилась симфония до минор Брамса. Я внимательно изучил партитуру и признаю свою решительную неспособность понять это сочинение и то, зачем оно вообще написано. Эта музыка напоминает визит на лесопилку в горах. Или, например, еще назад сдвинемся на 60 лет и про Бетховена. Музыкальный журнал, получается, английский из Лондона. 25-й год. Битховена два года осталось жить. Хор, которым завершается девятая симфония, местами весьма эффектен. Но его так много и так много неожиданных пауз и странах, почти нелепых пассажей трубы и фагота, так много бессвязных громкоголосых партий струнных, использованных без всякого смысла и в довершении всего оглушающие неистовое веселье финалов, в котором помимо обычных треугольников, барабанов, труб использованы все известные человечеству ударные инструменты, от этих звуков земля содрогнулась под нашими ногами, и из своих могил восстали тени достопочтенных Тагаса, Пёрсала и Гиббонса, и даже Генделю с Моцартом, чтобы увидеть и оплакать тот буйный, неудержимый шум, то современное бешенство и безумие, в которое превратилось их искусство. Более позднее. Для меня Битховен всегда звучал так, словно кто-то высыпал гвозди из мешка и вдобавок обронил молотом. Про Вагнера мы все знаем, что его ругали всю жизнь, часть критиков, а часть критиков считала, что вообще никого и никаких других композиторов не существует, кроме Вагнера. Поэтому это можно опустить, но ругали его знатно. Или, например, вот Листа. Концерт Листа. Подлая низкопробная почкотня. Путешественники так описывают выступления китайских оркестров. Возможно, это представитель школы будущего. Если так, то будущее вышло в помойку сочинения Моцарта, Битховена и Гайна. То есть, по большому счету, мы видим, что реакция современников на творчество композитора, который остался потом, или как, неотличима от реакции современников на творчество композитора, которые потом не остались в этом. Иные слова. Она одинакова. Поэтому, в то время, когда композитор живет и творит, он, конечно, в зависимости от своего характера, в зависимости от того, насколько крепкая его психика и насколько он может отдалиться от внешних воздействий, он может либо на это дело плевать, либо сильно огорчаться. В каких-то случаях это может приводить к драматическим событиям, это может приводить к тому, что человек теряет вдохновение, он перестает понимать, как ему надо писать. Что интересно, такие переживания, например, часто посещали такого областного области у композитора, как Шостаковича. Потому что его то превозносили до небес, то на следующий день писали все громогласно во всех газетах одно и то же, что все очень плохо. А потом через год могли и обратно. Мы знаем, с какой исторической это эпохой связано и с чем это связано. Но между тем воспринимал он это близко к сердцу. Нам он сейчас кажется такой глыбой, что человек, который написал седьмую симфонию в 1971 году и так далее. Но вообще-то внутренне ему с этим жилось тяжело. Он тяжело воспринимал неожиданную, несправедливую критику. И это влияло на его творчество и влиял на творческий процесс. Еще немножко, значит, из коллег, это вот известное высказывание Петра Ильича Чайковского. Звучит так. Я изучил основательно Бориса Годунова. Музырскую музыку я от всей души посылаю к черту. Это самая пошлая и подлая пародия на музыку. Вот. Или, например, вот был такой коллега их общий Цезарь Ки, который рассказал, значит, про Рахманинова, про Сергея Васильевича, про его первую симфонию, о которой он тоже немножко поговорил. Говорит, если бы в аду была консерватория и было задано написать программную симфонию на тему семи египетских язв, и если бы она была написана вроде симфонии Рахманинова, то он блестяще выполнил задачу и привел бы восторг обитателей ада. А история эта была для Рахманинова знаковой в жизни. Потому что, будучи совсем молодым композитором, он имел очень серьезный старт, очень такой вдохновляющий, когда сам Петр Ильич Чайковский обратился к нему с просьбой, не против ли он, чтобы его студенческую оперу Олега исполнили одновременно в один вечер с новой оперой Чайковского и Оландо. Конечно, для Рахманинова это был огромный толчок творческий и так далее. В общем, написал он первую симфонию, исполнение которой закончилось крахом, который он воспринял очень близко к сердцу. И вот есть, например, его же Рахманинова письмо, 97-го года, это получается 24 года, молодой совсем. И это письмо написал после посещения репетиции первой симфонии, получается, за день до вот этой роковой премьеры. Пишет, меня глубоко огорчает, на меня тяжело действует то, что мне самому моя симфония, несмотря на то, что я ее очень любил, после первой же репетиции совсем не понравилась. Значит, плохая инструментовка, скажете вы. Но я уверен, отвечу я, что хорошая музыка будет просвечивать и сквозь плохую инструментовку. Кстати, совершенно верно. А я не нахожу, чтобы инструментовка была совсем неудачна. Остается, значит, два предположения. Или я, как некоторые авторы, отношусь незаслуженно пристрастно к этому сочинению, или это сочинение было плохо исполнено, а это действительно было так. Я удивляюсь, как такой высокоталантливый человек, как Лазунов, может так плохо дирижировать. Я не говорю уже о дирижерской технике, ее у него спрашивать нечего. Я говорю об его музыкальности. Он ничего не чувствует, когда дирижирует, он как будто ничего не понимает. В данную минуту, как видите, склонен думать, что виновата исполнение. Завтра, вероятно, и это мнение переменю. От симфонии все-таки не откажусь. Через полгода, когда она облежится, посмотрю ее, может быть, поправлю ее и, может быть, напечатаю. А может быть, и пристрастие тогда пройдет. Тогда разорву ее. Из истории мы знаем, что больше ее, собственно, при его жизни и не играли. И более того, ее первый раз сыграли в 1944 году, через год после его смерти. И то случилось благодаря тому, что нашли в закромах где-то партии оркестровой. Там уже даже партитура не существовала. Она уже к тому времени потерялась. Либо он ее уничтожил, либо она просто потерялась. Первая симфония. Так что ее только в 1944 году впервые исполнили. И мы знаем, что в его жизни наступил глубокий кризис, в течение которого он ничего не писал. Причем из писем мы знаем, что он пытался. То есть проблема была не в том, что он не писал, потому что у него плохое настроение было. А он не писал, потому что у него было плохое настроение. Но он пытался, и у него ничего не получалось. Он был недоволен тем, что получается. И был в состоянии некое бессилие. И вот этот период в его жизни потом всегда им помнился. И вот, например, уже когда прошло 15 лет, он пишет, Мария Зишигиня, пишет, я в себя не верю. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, очень давно, в молодости. Болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже. Не мудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижером, или сельским хозяином, а то, может, еще автомобилистом. Ну, и мы знаем, что, в принципе, всем вот этим он на самом деле и встал очень скоро после этого письма, когда в 17-м году он покинул Россию. И на протяжении, получается, дай бог памяти, 10-ти лет. В 27-м году, ближайшем, что он написал. Естественно, да, в день 10-ти лет. Ничего он и не написал. И был пианистом, дирижером, сельским хозяином и автомобилистом. Известно, что он очень любил автомобиль. У него их было несколько. Было еще, например, интересное внутреннее восприятие такого композитора, как Brahms. Это композитор светлый. Это композитор, который не воспринимается, в основном, да, он не воспринимается умом, как человек, склонный к глубокой рефлексии. Его музыка так воспринимается. А сам он его фигура, да, исторически. Не казалось, что он был достаточно отзывчивым, открытым человеком. Но при этом в письмах он отзывался о себе достаточно самоуничижительно. И вообще это была черта его характера. Например, это из разных маленьких выдержки, да, определения его самим себя в корреспонденции разным людям. Например, так. Я некудышный композитор, но надо заметить за облачными гонорарами. Или, например, квартет для минорной струны. Он называет халтуры и проделки. Или вторую симфонию. Сносное чудовище. Четвертая симфония. Пара антрактов. Вот. Или в целом о своем творчестве. Когда он говорил, что там новое написал, он говорил, я написал новые частушки. Вот. При этом, на самом деле, при всем этом показном самоуничижении, что он за этим прятал? Да, прятал он настроение такого рода. Мне целый день нечем заняться. Также нет никакой работы, которая увлекла бы меня. И если так подходишь к тридцати, молодой совсем, да, и чувствуешь себя таким слабым, как я, то охотно будешь запираться и печально глядеть на стены. Мне часто грустно от того, что я совсем уже не знаю, как сочинять и как творить. При этом мы знаем, что написал он кучу гениальной музыки. А вот Клари Шуман признавался, я никогда или же очень редко бываю доволен собой. Меня постоянно угнетает, что я какой-то ненастоящий музыкант. Ведь как счастлив, наверное, человек, который, как Моцарт или другие, приходит вечерами в ресторан и пишет ноты. Он пребывает в творчестве и живет творчеством. Свободно и независимо. А Бракс сам стал быть, получается, что он не мог просто так сесть и что-то написать. Ему тяжело это было. При этом внешние какие-то факторы, мы не можем сказать, что на это влияли внешние факторы, что его не исполняли или там ругали постоянно. Да, у него была достаточно ровная и успешная карьера. И заоблачные гонорали. Как он сам с ним говорил. Вот еще, например, Дебюсин. Это уже под конец жизни, это период военной, первой мировой войны. Я снова стал сочинять музыку, главным образом для того, чтобы не совсем разучиться это делать. И почти не для собственного удовлетворения. Или вот, например. Поверьте, как уверовал я, что для того, чтобы показаться действительно серьезным музыкантом, нечего еще больше огорчать фортепианную технику. А некоторое количество обаяния никогда еще ничего не портило. Шопен это доказал, но я знаю, что таким образом это желание само по себе становится очень дерзким. При том, что я еще недостаточно умер для того, чтобы оказаться застрахованным от нелестных сравнений со стороны моих современников, собратьев и всяких прочих. Ну, то есть здесь, соответственно, в этом письме он нам показывает, что одновременно на его творчество влияют внешние факторы. Такие как критика, да, такие как непонимание. И одновременно с этим внутренние факторы. Он просто не может писать. А когда он может, ему кажется, что разучился. Вот. Одна из самых историй в этом смысле, ну, душераздирающих, что ли, не знаю, тяжелых, это история Сибелиуса. Это история Сибелиуса, который прожил, как мы знаем, длинную жизнь, очень долгую. И был максимально принят публикой, был максимально принят, значит, музыкальным и слушательским миром, был максимально уважаемым. И в этом была его проблема. Чем больше признания он получал, тем меньше он понимал, как ему нужно писать, чтобы не потерять это признание. Соответственно, с годами он писал все реже и реже, причем каждое новое сочинение становилось большим событием по-настоящему большим в музыкальном мире, несмотря на то, что это время было уже, в общем, совсем другой эстетики, да, прихода новой эстетики, в первую очередь немецкой, да, десятых, двадцатых годов экспрессионизм, да, соответственно, новая детская школа и так далее. И при этом его музыка была совершенно, так сказать, в другом ключе, но признана, и особенно в Англии и в Америке его любили. Вот. Ну и, в общем, так вышло, что в двадцать шестом году он написал последнее свое сочинение оркестровое, да, там, табиола называется, сифоническая поэма. И все остальное время, что он прожил, а прожил он еще, там, тридцать лет, получается, тридцать один, он писал, в кавычках, восьмой симфонии. Вот. Все это время. Значит, прямо начиная с двадцать шестого года появляются сообщения, что Сибириус начал работу над восьмой симфонией. Один оркестр, значит, сначала речь шла об Америке, о том, что в Америке идет премьера, вот, скорее всего, в двадцать седьмом году. Вот. Значит, были такие сообщения в New York Times. Потом, значит, появилось сообщение в двадцать седьмом году, что, значит, Сибириус написал две части, а остальные части у него в уме остались в голове. Он их запишет, и вот в двадцать восьмом году уже будет премьера. Далее он отправил, значит, сообщение своей сестре, что пишет новую симфонию, и в конце двадцать восьмого года она будет исполнена в Финляндии. Вот. Но, значит, в двадцать восьмом году ничего не получилось, потому что ничего он, на самом деле, не написал. И в двадцать девятом году он уже говорил своему издателю, который интересовался, что там происходит у нас сегодня и когда мы будем зарабатывать деньги, написал, что пока что ни одной ноты не готова. В общем, вот эта история, ее можно долго рассказывать, она происходила до сорок четвертого года. Ежегодно с разными дирижерами, с разными оркестрами он договаривал, вернее, ну как он договаривался, в основном это его пробивали на то, что вот мы будем премьеру играть, мы будем, мы будем и так далее. И каждый раз он рассказывал, что вот все почти уже готово, сейчас вот немножко осталось, и вот это немножко осталось. Ну, тут важно понимать, что он ни копейки за это не получал, то есть это не была история, что он хотел на вечную ренту с ненависленной симфонией жить. И мы знаем о том, что он на самом деле писал ее, просто у него ничего не получалось, у него ничего не получалось. Его музыка была постоянно исполняема, он сам дирижировал ей, он постоянно выезжал на какие-то гастроли, по всему миру это все игралось, хотя уже к этим годам отношение к нему было как к такому, ну так сказать, музыка Сибелиус это, она воспринималась как музыка прошлого. Вот, но между тем автор был жив, и якобы писал восьмую симфонию. В общем, закончилась эта вся история в сорок пятом году, в сорок пятом летом, то есть вот как раз война у нас закончилась, и что-то у него перемкнуло, он понял, что симфония в общем-то тоже закончилась, и сжег все, что касалось этой симфонии в бельевой корзине, и все, что касалось всего, что он писал в эти годы вокруг симфонии, потому что оказалось, что еще какую-то музыку он тоже создавал, вот. Вот, но он понял, что это, соответственно, это история глубокого творческого кризиса успешного композитора. Композитора, который был максимально обласкан публикой, но не чувствовал, что он мог создать что-либо хотя бы на том уровне, на котором он находился ранее. Вот, в августе вот сорок пятого года, да, уже после этого, после того, как он... А свидетельство того, что он сжег ее, это, собственно, его жена при этом присутствовала. Да, и вот в августе сорок пятого, после того, как уже это все произошло, он пишет, значит, издателю, что я несколько раз закончил свою восьмую симфонию, но все еще не удовлетворен ею, я буду рад передать ее вам, когда придет время. И, в общем, насколько мы знаем, идеи все-таки что-то написать его до смерти не покидали, но так ничего и не получилось. То есть вот эта штука, конечно, такая история душеразбирающая. И есть еще история Равеля, да, как внешние факторы, да, в виде потери здоровья, да, могут влиять на творческие процессы. Как мы знаем сейчас, да, в то время у него диагноза не было, но мы знаем, что у него был рак мозга. Он терял поначалу контроль над своим телом, потом контроль над памятью и потом контроль над разумом. Но, поскольку все случилось не моментально, не в течение одного дня, а в течение нескольких лет, он очень переживал на ту тему, что теряет свой талант. Ему казалось, что все, что он пишет, каждое следующее произведение хуже, чем предыдущее. И вот он пишет письмо такое. «Все-таки это трагедия, то, что со мной случилось». Собеседница его отвечает. «Терпение, друг мой, все пройдет, подождите немного и потом вспомните Верди. Ему пришлось дождаться 80-летнего возраста, чтобы сочинить Фальстафа». Но Равель отвечает, как вы можете утверждать такое, «Я ничего не написал, ничего не оставлю после себя, не сказал ничего, что хотел бы сказать». Тоже, значит, грустная история. А закончу я историей более веселой. Вспоминая как раз насчет Верди, что он 80-летний возраст, сочинить Фальстафа, был такой композитор английский по имени Хавергл Брайан. Он не супер до сих пор популярен. Ну, вернее, он не супер известен, так правильно сказать. Между тем, он создал 32 симфонии и прожил очень много лет. То есть, это современник Ирихарда Штаруса и Малера и всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-великих романтиков. Но он одновременно и наш современник. Он прожил почти 100 лет. И создал большой комплекс симфонической музыки, который таким образом создавал первую свою симфонию, которая в историю вошла как симфония с наибольшей длительностью. Ну, на тот момент, вот так правильно сказать, на тот момент сейчас есть подлиннее. Симфония с наибольшей длительностью, с наибольшим составом участников. Она написана была в 20-м или 21-го году, закончена, 1900. И она называется «Симфония номер один готическая». И, кстати, очень рекомендую с ней ознакомиться, кто ее не слышал. Это огромное такое полотно, шестичастное, с хором, с гигантским абсолютно оркестром, с невероятно гигантским. То есть не таким, как восьмой симфонии Малера, которая, да, премьера, которая была за 10 лет до готической, но у хавер было правильно больше инструментов. И это очень хорошая музыка. Это такой поздний романтизм, переходящий в экспрессионизм. И она действительно очень достойное произведение, которое было, надо сказать, исполнено, имело какой-то ограниченный успех. И, собственно, на этом приблизительно все закончилось. И дальше он писал в стол какое-то количество симфоний, опять-таки, штук 10, грубо говоря. Занимаясь параллельно такой околомузыкальной деятельностью, да, он занимался аранжировками какими-то для мюзиклов того времени и так далее. Ну, то есть, в общем, такой прикладной работой. Ну, а что-то для себя там в стол писал. Вот. Потом, соответственно, поскольку он совершенно не исполнялся, ему это все надоело и ничего не писал долгое время. Потом какой-то небольшой интерес к этой фигуре возник в 50-е годы уже. И какую-то из его средних симфоний один раз сыграли. И это на него произвело такой, так сказать, выслал в нем творческий подъем. И, в общем, в результате всю свою старость, да, с 75 по 96 лет он занимался исключением тем, что он писал симфонии, и всего у него их получилось 32. И надо сказать, что вот я слышал, например, 29-ю симфонию слышал и 21-ю слышал. И они совершенно разные, они классные, интересные, не похожие друг на друга. И мне не очень нравится эта музыка как таковая, но она не высосанная из пальца. Она, это настоящая музыка. И что интересно, когда, соответственно, он стал вот этот, на конвейер поставил симфоническое свое творчество в пожилом возрасте, к нему обратился Леопольд Стаковский, которому был 91 год, с предложением исполнить его первую симфонию, о которой он слышал когда-то, за 40 лет до того. И вот это вот исполнение, которое произошло в результате под управлением Стаковского, оно ознаменовалось очень хорошей критикой, в которой, в частности, было, значит, отмечено, что первый случай в истории, когда 91-летний дирижер дирижирует сочинение 91-летнего композитора, они были одного года, так сказать, выпуска. И получилось так, что, так сказать, человек из безвестности через многие-многие долгие годы успел все-таки на старости лет услышать всю свою музыку, которую он написал. Вот. И, да, были записаны все 32 симфонии, это все можно послушать. И сейчас даже готическая симфония, хотя это финансово очень сложно, она исполняется достаточно регулярно. И даже вот я видел примерно 10 лет назад, в 2011-2019 году, ее исполняли на знаменитом фестивале BBC Промс, да, который проходит в Альберт Холле, гигантский зал, да, в Лондоне. И там, ради того, чтобы это дело исполнить, там гигантская такая сцена, как это называется, ну, как Леди, посередине сцены. Вот. Там снимали кучу стульев для публики, чтобы туда вместился оркестр, то есть он занимает всю сцену, и хор занимает всю сцену, и еще много-много рядов вокруг сцены, которые предназначены для публики. Вот. Вот я слышал это исполнение лет 10 назад, очень большое впечатление он производит, надо сказать. Ну, последок, еще про такого же расскажу интересного товарища, который огромное влияние оказал на фортепианную музыку 20 века, и 21, кстати, продолжает оказывать. Правда, это влияние мы не особо осознаем, а не осознаем его, потому что композитор до сих пор еще, собственно, не все сыграно, чего он написал, и не все известно, и некоторые его вещи сыграны по одному разу, и по определению очень сложно себе представить, что еще это будет, ну, вернее, записано по одному разу, так правильно. Представь, что кто-то еще будет это делать, но, между тем, влияние огромное, сейчас объясню, почему. Был такой композитор, тоже английский, со сложным именем Хайхасру Сарабжи, который прожил, по-моему, 99 лет. Ну, это не могу купить. Ну, точно, что еще больше, чем предыдущие. Они, в общем-то, примерно одного времени, Сарабжи немножко моложе, и поэтому он дожил совсем до нашего времени. Я думаю, все здесь присутствующие, скорее всего, просто, ну, жили одновременно с ним, потому что он у меня в 88-м году. Есть кто-нибудь моложе, 88-го года здесь? Ну, вот, значит, да. Но родился он, соответственно, в 89-м, вот туда, в 89-м. В 89-м, а, значит, его история интересна следующим. Он автор гигантского количества гигантских произведений, все для фортепиано. То есть, у него есть, например, такой опус, он называется «100 этюдов для фортепиано». И этюды там такие, что, ну, во-первых, черт ногу сломит, а во-вторых, они прям длиннющие, каждый из них, очень длинный. Или у него, ну, на самом деле, не только фортепианная музыка есть, у него есть там вот месса, например, да, партитура, которая составляет тысячу одну страницу. Так вот, значит, у него был очень странный, ну, не странный пунктик, ну, вот, некий пунктик, что его можно играть либо идеально, либо ни в коем случае вообще нельзя играть никогда, запрещают. Вот, и, значит, случился такой казус в 35-36 году, когда какой-то его там очередной вот этот вот длиннющий опус кто-то исполнял, и ему не понравилось, он ушел, значит, вот с этого концерта, потому что, в общем, его достаточно, в это время его достаточно часто исполняли. Он потом был абсолютно забыт, но вот до середины 30-х у него была некая такая ограниченная известность в Англии. И, значит, вот он ушел с этого концерта, и больше его, собственно, никто никогда ни на каких концертах не видел. Вот, и довольно плохо известно, что он делал в следующие 30 лет. Мы знаем, что он написал, в том числе, вот, 100 этюдов, мы знаем, что у него есть сонаты длиной 4,5 часа. Вот, и надо сказать, что это совершенно титаническая штука, и она... Я не слушал все 4,5 часа подряд, это важно отметить, но не подряд я ее слушал. И она очень крутая, очень-очень крутая церковь. Вот, он такой, у него стиль очень многогранный. Вот, если сравнивать с литературой, это такой Джойс. Это вот Джойс в литературе, вот этот, вот, соответственно, Сараджи в музыке. Вот, и, в общем, 30 лет как-то человек внутри себя жил и не тужил, не переживал, что его не играют. Видимо, ему действительно это было не нужно. Вот, потом у него был какой-то очень ограниченный круг людей, с которыми он дружил, музыкантов, которые приезжали к нему домой, и известно, что им он что-то показывал, и они ему что-то играли. Но никогда публично ничего не исполнялось. Вот, и вот какой-то, видимо, мораторий на вот это, значит, исполнение того, что он писал, он частично снял через 30 лет молчания, и было несколько концертов, на которых опять что-то его стали играть, там случилась та же самая история, он сказал, нет, все-таки, не будем меня исполнять, ни в коем случае. И опять ушел, значит, в астрал, написал вот эту вот мессу с тысячи одной страницы, очень устал, прямо в письмах, значит, известная его переписка, говорит, я устал, и больше я музыку сочинять никогда не буду, и мне вообще это не нужно было, на самом деле, всю жизнь, мне просто скучно было жить, а все, больше сочинять не буду. Вот, начну, сказал и сказал, он действительно 5 лет ничего не сочинял, вот, а потом, по непонятным причинам, он опять, значит, взялся за перо, и уже до конца жизни, ну, до последних, последние 2 года жизни он жил в доме престарелых, и вот там, по-моему, он уже ничего не сделал, вот последние лет 20 он, опять-таки, написал гигантскую кипу музыки, которые до сих пор вот разбирают вообще, что там, то есть нет даже полного каталога, вот, то есть, в общем, мы, сводя все это в поединок, попытаемся как-то это соединить, единую мысль, в общем, на композитора действуют внешние и внутренние силы, да, они могут в конечном итоге проявляться одинаково, что композитор просто музыку не пишет, потому что ему может быть плохо, ему кажется, что он не может, значит, держать планку, или ему может казаться, что вынося на публику новую музыку, он ее тем самым убивает, или ему может казаться, что какой-то, значит, критика, которая появится, не боится изначально, да, какой-то критики, и ему кажется, что если он сейчас выпустит музыку наружу, то при неудачной критике потом он не сможет писать, поэтому он уже не пишет сейчас, и так далее. В общем, заканчивая это все безобразие, просто хочу пожелать всем, беречь свое психическое здоровье, не обращать внимания на то, кто еще бы сказал, коллега ли это, критика ли это, и так далее, и доверяться только исключительно своему, своей необходимости писать музыку, а вот если состояния необходимости нет, то и писать не надо, можно спокойно без этого жить, я, например, живу абсолютно спокойно, когда ничего не пишу. Всем спасибо.